В Мариинском театре завершилось исполнение тетралогии «Кольцо Небелунга». Новая сценическая версия Опер Вагнера по оригинальной сценической концепции Валерия Гергиева и Георгия Цыпина стала кульминацией программы 17-го по счету фестиваля «Звезды Белых ночей», имевшего ярко выраженный немецкий акцент. Несмотря на то, что первую версию публика увидела в 2003 году, нынешний показ свидетельствует – создатели постановки все еще в творческом поиске, и работа будет продолжаться. Удивляться не стоит, достаточно вспомнить, что сам Вагнер работал над своим детищем более четверти века. Шесть лет было потрачено только на текст ли Бретта, и все это время композитор не написал ни единой ноты. О том, насколько основательно в Мариинке подошли к кольцу, свидетельствует то, что на самом начальном этапе, когда труппа только приступила к разучиванию партий, в театр был приглашен в качестве педагога-репетитора Рихард Тримборн – живая легенда современного оперного мира. При всех своих сединых и почетных регалиях в творческих вопросах Тримборн проявляет поистине юношеский максимализм. По его мнению, на изучение вагнеровской партии исполнителю требуется минимум два года. В противном случае это не может считаться осмысленным исполнением. Не случайно, что перед нынешним показом Тримборн вновь посетил Петербург, устроив ученикам маленький экзамен. Поиски смысла, поиски своего кольца – вот что вдохновляет и ведет Геркиева и его единомышленников. В этом году к их числу присоединились новые участники – режиссер Александр Зелдин, режиссер по пластике Томаш Выгода и видеодизайнер Свен Ортель. Благодаря их появлению, отчасти знакомая уже постановка обрела новые черты. И вот в таком преображенном виде будет представлена в конце июля на суд лондонской публики. Особенно впечатляющей стала работа Свена Ортеля, прибывшего в Петербург во главе собственной, очень молодой по возрасту команды, вооруженной ноутбуками, проекторами и прочими, как выражается это поколение, гаджетами. Художник пользуется признанием в старом и новом свете, сотрудничая с самыми разными коллективами. За его плечами более 20 постановок в Лондонском национальном театре. Мера за меру, Берег утопий, Долина в Цюрихской опере, Ребекка в Вене, Три мушкетера в Берлине. Осенью предстоит работа в центре Гугенхайма, но сейчас все мысли Ортеля занимает кольцо. Решение, согласующееся с общей концепцией Гергеева и Цыпина, было найдено, но времени для реализации катастрофически не хватало. Похоже, что в Круге Кольца появились новые добровольные пленники, которые отнюдь не спешат расстаться с ним в ближайшее время.